Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. На прямой связи депутат Сейма Ива Заринч. Добрый день. Добрый день. Добрый день всем. Да, ну, любители хоккея, может быть, не только, вчера наблюдали за другими баталиями, отнюдь не хоккейными, а политическими в Сейме. Очередное и неочередное заседание пришлось на поздний вечер. Вчера, я знаю, что вы тоже выступали на этом заседании, но я, может быть, начну вот чуть-чуть с другого конца. Вот сразу, чтобы было понятно нашим радиослушателям, может быть, и тем, кто действительно ждет вот этого счастливого момента, когда их будет пускать на чемпионат мира по хоккею, который сегодня как раз начинается в Риге. Так вот, вчера было принято постановление, в котором есть такие слова, что Сейм получает нековый отрез. Ну, то есть, фактически немедленно Кабинет у министров разработать, не знаю, порядок посещения зрителями вот этого хоккейного чемпионата. Ну, я так понимаю, что все-таки здесь какая-то есть недоработка, как вам кажется. Поскольку, что значит нековый отрез? Ну, должно быть число, когда должно быть рассмотрено, когда должно быть принято решение, поскольку ближайшее заседание Кабинета министров пока назначено только на 27-е число. Ну, так и чемпионат закончится. Да. Да. Ну, на самом-то деле, там много недоработок. И вообще, весь этот процесс, он был такой, ну, где-то стихийный, да. И результат тоже оставляет желать лучшего. Потому что, на самом-то деле, мы, оппозиция, разработали немного качественнее предложение. И такое предложение, которое бы не делало сегрегации общества, что вот я поясню. То есть, потому что, ну, если подходить к этому решению ответственно, то можно было создать такую регулировку, что на этот чемпионат могут попасть не только те, которые вакцинированы, но и, скажем, те, которые готовы принять определенные меры предосторожности, скажем, сделать тесты, да, и доказать, что вот они тоже ковид-негативные. И определяя, скажем, как они могут размещаться по залу, мы бы могли обеспечить, что любой, который хочет, если он готов принять все эти меры предосторожности, может попасть на этот чемпионат, не представляя опасности другим и не повышая уровень инфекциозности в нашей стране. К сожалению, то, что произошло, как всегда, то есть, одна коалиционная партия очень ревностно хотела показать, что это именно они, именно их идея будет та, которая пройдет. Да. Да, и, ну, мы не ревностны, мы помогли пройти тогда их идеи, да. Но обоснованно указывает, что, ребята, ну, вы могли бы сначала с нами все-таки поконсультировать, а мы бы помогли вам сделать это решение продуманным и правильным. Потому что, в отличие от вас, мы в оппозиции, которой мы-то реально все время работаем в парламенте, мы этим занимаемся, это вы все время сидели просто как кнопки, которые должны просто выполнять функции голосования, как голосовывающая машина, просто нажимать кнопкой, ничего больше не делать, да. Вдруг вот они придумали, что, нет, оказывается, парламент тоже что-то может сделать, что-то решать, но опыта-то у них нет, да. И это то, что мы обоснованно тоже на дебатах им указали, что вот я одна из таких вещей, что они написали, что, ну, вот, кабинет министров сейчас разработает этот порядок. Ну, знай, наш кабинет министров, насколько он дееспособен. Я думаю, как раз под конец чемпионата они и разработают этот порядок. Ну, то есть, я так понимаю, что мы сегодня живем в такой ситуации, когда исполнительная власть может, в принципе, игнорировать решение законодательного органа в парламентской республике. Ведь так было с ОИК, если я не ошибаюсь, да, где тоже было постановление Сейма, и что? Ну, да, но на данный момент у нас такая интересная ситуация, что, на самом-то деле, Латвия уже долго живет по таким принципам, то, что демократия и Латвия, то, что прописано в Конституции, и то, что реальная жизнь, это две разные вещи. На самом-то деле, ну, как будто в Конституции написано, что самый высший орган власти – это представитель народа, парламент, который вот все решает и дальше там делегирует определенные обязанности, права другим. Но на самом-то деле у нас все время было так, что наоборот, все решает правительство, правильнее сказать, коалиционный совет, который потом дает просто задачу коалиционным депутатам, как они должны проголосовать. Особенно их мнение там никого не интересует. Ну, вот до сих пор так было. Вот и сейчас вдруг одна коалиционная партия, которая видит, что ее рейтинги очень сильно падают из-за того, что вот они много что наобещали и почти ничего не выполнили, ну, то они сейчас думают, как вот себе привлечь внимание, чтобы как-то вот эти рейтинги восстановить. Вот и вот это вся, как говорится, то, что под выделкой, да, находится, да, почему это все сейчас происходит. Не именно о том, что кто-то решил быть, действительно решать, продуманно какие-то, какую-то проблематика просто, ну, как себе сделать пиар. Да, ну вот вы уже сказали об одной партии, правящей коалиции, которая сейчас выполняет роль такой внутренней оппозиции. Значит ли это, что после 5 июня, а мы знаем, что переговоры вот по этим подележу постов премьер предусмотрительно перенес вот на ситуацию после муниципальных выборов, что случится правительственный кризис? Или все-таки они как-то перегруппируются, договорятся, и все пойдет по-прежнему? Ну, как вам кажется? Ну, мне кажется, я убежден, что вот все эти разговоры о том, что вот правительственный кризис, политический кризис государств и так далее, ну, это, это, ну, я думаю, что стабильности ничего не грозит, это больше выглядит как такая буря в унитазе, да? Ну, может, какое-то там, я знаю, говно, которое там застоялось выплевать наверх, но ничего там особенного не случится. Что-то может случиться только в том случае, если вот консервативная партия действительно реально захочет выполнять свои выборные обещания своим избирателям, то есть бороться за правовость, против беспредела власти, безответственных решений, тогда там могут начинаться какие-то турбулентности. Ну, и даже если тогда, и даже если не это начнут делать, я думаю, что партнеры, которые в коалиции, они достаточно опытны, чтобы понять, что с этим делать. Я объясню. Как мы видим, главная зона турбулентности, она проходит между старыми так называемыми политическими силами и новыми политическими силами, да. И проблематика возникла сразу после образования коалиции. Если вы помните, сразу у нас был разговор уже после, когда эта коалиция создалась там уже в 18-19 году, да, там я уже предосказал, какой будет дальнейший сценарий, что если те партии, которые пришли в политику, как новые политические силы, которые объявили, что мы будем делать новую политику, мы будем бороться с беспределом власти, мы будем тут вести перемены. И сразу после этого, как пошли выборы, сразу легли под старые политические силы, это было ясно, что они себе подписали смертельный договор. Особенно вот те популисты, которые говорили, ну все, мы тут сейчас все впарем, а сами сразу легли под теми, которых обещали порвать. И вот мы видим, что то, что я предвидел, а то и произошло. Значит, это партия КП ВЛВ, то есть партия Каменщ, которые были, все, ее практически уже нет, да. Та же самая проблематика с ЕКП, несмотря на то, что они сохранили свои места в парламенте, поддержку своего избирателя они очень сильно теряют. Они уже сейчас вообще на грани выбивания из парламента. Почему? Потому что вот они вот сделали эту принципиальную ошибку, они легли под старые политические силы, как будто в обнимку с ними пошли. И старые политические силы это очень хорошо понимают. Вот тут вот и ключ, почему это правительство, такой парадокс получается, что стабильность этого правительства базируется на том, что на слабости членов этого правительства, да. И почему? Потому что старые политические силы понимают, что чем дольше они продержат ЕКП консервативных в своем правительстве, в своем коалиции, что бы они там ни делали, тем больше они дискредитируют их, и тем больше эта консервативная сила, новая консервативная партия потеряет своих избирателей. И поэтому я не думаю, что если, и я думаю, что, ну если тут как будто можно, конечно, есть такая дилемма, да, после выборов этих самоуправлений, где ясно, что новая консервативная партия провалится с треском, то как будто будет такое исключение для старых политических сил, как будто расправиться с ней. Но если они будут достаточно умны и стратегически думать, то они этого делать не будут. Они будут и это мучить в своих объятиях, как долго уже возможно. И тут больше зависит от новой консервативной партии, хватит ли их ума и смелости делать то, что они говорили. Годы и гидросмейги гуды. То есть смело, умно и честно выполнять свои предвиденные выборные обещания. Вот если принципиально на них встанет, то они действительно могут стать как комгорли этому правительству и им придется уйти в оппозицию. Вопрос, готовы они это делать или нет, это другое. Я думаю, что они не готовы это делать, они уже многие там привкусили вкус власти и плюс, ну, как мы видим, уже сами были вовлечены в те, скажем, нельзя еще сказать, что в аферы, которые делало это правительство, но они там уже были. То есть они уже как будто одной кровой помазаны, да. Ну, может быть, мы к этому еще вернемся, но все-таки завершая вот эту эпопею с хоккеем, вот, по-моему, один из депутатов, ну, неважно из какой партии, вчера во время дебатов, ну, может быть, так спросил, такой задал в какой-то степени наивный вопрос. Если изначально не планировалось пускать зрителей, да, то какой смысл вообще нам было так бороться за этот чемпионат и вкладывать миллионы, кстати, денег налогоплательщиков, потому что и правительство вкладывало деньги и Рижская дума для того, чтобы принять пост хоккеистов, устроить это шоу без зрителей. Ну, что-то в этом есть, как какая-то странность. Ну, странность, если смотреть с здравого смысла, если смотреть с логики правительства, то у нее почти все такие же решения. Это то же самое, что я иронично отметил тоже вчера, дебатируя про это предложение, что, ну, вот эта немощность, что вот эта правительство демонстрирует не только некомпетентность и немощность принимать придуманные ответственные решения, но уже и шизофрению, потому что, действительно, с одной стороны, вот если мы говорим про это решение, да, то, что продвинула вот эти новая консервативная партия, взяла просто очень узко, очень узко только вот те, которые вакцинированы, у которых есть иммунистет, они могут участвовать в этом мероприятии, соблюдая меры предосторожности, да. И если это правительство, которое с пеной рта старается уговорить людей идти вакцинироваться, что вот будут, что будут определенные пользы у вас от этого, я сейчас не говорю про вот пользу, то, что вы сможете сделать, я говорю про главную пользу, что вы будете более иммунно устойчивы против этой болезни, что вы не будете распространять эту болезнь, и то же самое время они говорят, нет, 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 но все-таки эти люди не могут участвовать в этом таком мероприятии, потому что это будет опасно, когда, ребята, ну где-то смысл тогда этой ватсхинации, вы сами-то понимаете, почему тогда люди туда не идут, потому что вы сами даете вот такие сигналы, что вакцинироваться бессмысленно, ничего не дает. Да, вы абсолютно правы, потому что если почитать даже это постановление вчерашнее, там ведь сказано, ведь фактически это касается очень узкой группы на сегодняшний день. Очень, очень узкой, и даже если они против этого. Да, мало того, что люди должны были дважды вакцинироваться, у них должно после второй прививки еще пройти 14 дней, и даже их Минздрав не хочет пустить в арену Рига, к примеру, я не понимаю логику. Ну, именно, ее нет, понимаете, и вот, это, вот это, вот это все то, что произошло, это очень наглядный пример, насколько немощно, некомпетентна эта власть на данный момент. Они как маленькие дети, которые испуганы чем-то. Вот как я там это сравнение как-то уже приводил, что вот такая группа маленьких детей, которые как бы нечаянно попали за рулем у машины, и вот вдруг оказалось, что машина начинает двигаться, да, они думают, что они просто будут имитировать какое-то действие, что вот якобы они управляют этой машиной, она пошла, и они начинают ехать, и не знают, что они делать, и они давят на все педали, там, что-то, вот не понимают, что вообще, как что решать, элементарные вещи. Вот это наглядный пример. Вот один нюанс, то, что мы сейчас говорили про этот чисто, ну, этот инфекционный виски. Но другое, вот то, что вы уже упомянули насчет принципов организации. Действительно уместно спросить, да, ну, зачем же мы тогда согласились, брали, взяли на себя, нет, мы это сделаем, мы сами сделаем этот весь этот чемпионат, если мы параллельно не начали думать, как мы можем получить пользу от этого чемпионата. Это то, что я тоже указал, указал в дебатах, что если бы эта правительство понимало, что она делает, то этот чемпионат хоккея, он мог быть отличной возможностью отработать, отработать вот протокол безопасности для таких мероприятий за счет денег других государств, тех туристов, которые сюда приедут. Потому что не так уже трудно было сделать, скажем так, вот этот протокол насчет, кто, как могут сюда приехать, да, запустить наш аэрбалтик на условии таких там, определяя, определяя, какое должно быть качество воздуха в салоне, сколько могут находиться люди, должны ли быть они там вакцинированы, как они это там доказывают. Все это можно было усмотреть, начиная с того, что вот мы запустили бы с аэрбалтик, которому мы дали 250 миллионов, там еще больше сейчас уже, чтобы он мог зарабатывать на этих туристов. Потом дальше они здесь приехали, зарабатывают дальше наши транспортные услуги, как мы их транспортируем дальше, куда они будут жить в отелях. Опять протокол безопасности, как они будут жить, как они там, чтобы опять все это было безопасно. Плюс, если они вакцинированы, то они действительно создают очень маленький риск. Потом дальше, как они будут участвовать в этом чемпионате, да, и так далее, и так далее. И кто, кто готов, я думаю, из всего мира бы набралось достаточно людей, которые бы готовы были платить хорошие деньги за это, оплачивать все эти наши услуги, чтобы участвовать в этом чемпионате. И благодаря этому мы бы прошли, сделали бы, сделали, ну, как говорится, за счет чужих денег, сделали бы очень полезную вещь для себя. И, может быть, не только для себя, но, может быть, уже на международном уровне бы показали пример, как это, что можно решать. Вместо этого, то, что делает наша правительство, она просто тупо тратит деньги на свою бессмысленность, на неспособность принимать свои решения. То есть, она делает какие-то и робежи вами. Да, ограничения, да. Ограничения, да, потом заливает их деньгами. Наглядный пример, скажем, про эти торговые центры, да. Там же тоже такой же принцип. Можно было определить определенные принципы безопасности, зная, что вот вирус распространяется через воздух, и уже там, уже научно, как я понимаю, есть уже исследования, на каком уровне должен быть чистота воздуха, чтобы он был, ну, не составлял эти инфекционные риски, да. Там, мне кажется, меря, вот, СО2, там, примерно 800 единиц должно быть, да. Мы определяем вот эти требования для этих торговых центров, что если у вас воздух вот такого-то качества, вы меряете его там-то, 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 можем открыть эти центры. Работаете, обеспечиваете безопасность, можете зарабатывать, платить нам налоги. То, что делало правительство, она просто их закрыла, не желая решать, решать всю эту проблематику, и просто от наших денег налогоплательщиков заплатила им 20 миллионов за это. И это просто один пример. А таких примеров очень много. Это сотни миллионов, которые сейчас правительство, вот, деньги, которыми заливает свою безответственность и неспособность принимать решения вот этими деньгами, это уже в миллиардах уже накапливается. Что все мы потом будем отдавать. А они будут говорить, какие они ответственные и правильные. На самом-то деле все полностью наоборот. Они безответственны. Самая большая безответственность это взять на себя власть и не быть способным принимать ответственные решения, соответствующие решения. Они, если сравнить так с параллелью, это как вот такой плохой наездник на коне, который не умеет на коне ездить, и вот вдруг какая-то там преграда, которую надо там перепрыгнуть. Он вместо того, чтобы дать лошади и самому это перепрыгнуть, он наоборот, он затягивает вожжи, лишь бы сам бы не упал из этой лошади. И всем говорят, ребята, ну это опасно, вот поэтому я натягиваю сейчас вожжи, мы не должны вообще двигаться. Если мы не даем двигаться, то мы не можем перебрать это. Это препятствие, да. Вот все-таки в продолжении того, что вы сказали, но ведь даже абстрагируясь от деятельности правительства, ведь логика подсказывает, что рано или поздно, лучше раньше определенные ограничения, в том числе, к примеру, в торговле надо будет снимать, потому что, во-первых, просто экономика не выдержит, и у нас все-таки мы не Германия, у нас возможности помогать бизнесу, которая постоянно вот мучается и не может в полную силу работать. У нас же нет таких возможностей. Я, к примеру, мы же знаем, что в торговых центрах крупных, да, вот продуктовые магазины большие, не знаю, Риме, Максим, они работают, там люди, если нет корзинок, стоят в очереди, ждут эти корзинки и говорят, что все в порядке. А вот в том же торговом центре магазины, там, не знаю, детской обуви, да, ребенку нельзя купить обувь, он закрыт. Но в чем же логика? Ну, я могу объяснить их логику, да. Там какая-то логика есть, но я уже говорил, как ее можно решать. То есть логика в том, что как будто если у всех один вход и все там через, и начинается как будто тусовка между этими магазинами, да. Но, как я уже говорил, это можно очень просто решать. В этих местах, в коридорах установить вот эти датчики качества воздуха, да, и следить за ними. Плюс параллельно, если вы контролируете тоже объем людей, которые там находятся, да, то как будто и вот и дистанции между ними, то это все решаемо, это действительно все решаемо. Но вот в чем нюанс в этом всем, как я и объяснил, что вот для здравомыслящего человека правильная логика, то, что вы сказали, да, что действительно надо думать, как нам с этим жить, как нам вот эти риски контролировать. Но маленький, испуганный ребенок перед этими вызовами, перед этими рисками, он думает, как от них уйти, как спрятаться. Это то же самое, что ты за рулем, ты должен рулить, но ты закрываешь глаза руками, да, вот так, чтобы не видеть, что происходит. Это то, что сейчас делает правительство, или думает, что она вот закрыла глаза, потом открыла. И все решилось, да? И да, и главное сейчас достаточно долго держать руки перед глазами, чтобы это все не видеть, и потом, когда я их сниму, через какое-то время должна здесь пройти. Вот они сейчас так сидят, держат, посмотрели, нет, опять держат. И вот так и делают. Потому что, как я уже говорил, вот наглядно уже с паровыми примерами, что там люди не способны понимать решения. Еще больше. Они сами себе создали, вот Каринч, правительство Каринча создало себе ловушку. Они как думали? Поскольку они понимают, что решения они не способны принимать, и не хотят их принимать, и хотят брать на себя ответственность, потому что это оно, это самый главный принцип вообще. Если ты у власти, ты должен не только пользоваться властью, но и брать на себя ответственность. Если ты не способен брать на себя ответственность, ты не можешь принимать решения. И что придумал Каринч? Он придумал, как ему казалось, очень выход для себя, да. Он придумал, что что он сам решение не будет принимать, что он создаст группу экспертов, так называемую оперативную группу управления кризисом. Ну, как там по-русски, я не знаю, как это называется. Сравнее с укорачиванием, в жаргоне она ОВД называется. Значит, и вот что, эта группа будет принимать все решения, брать на себя ответственность. И они будут просто говорить, ну вот, как его-то не любят. Но эксперты так решили, поэтому мы приняли такое решение. А что сделали эти эксперты? Там опытные чиновники, да, они понимают, не-не-не, вы хотите сейчас на нас переложить ответственность? Не-не-не, не удастся. И что они делают? Они максимально нагнетают, они прикрывают себя максимально, скажем так, одно свое место, понимая, что может с ними случиться, что вот, и будет вам говорить про все возможные риски, то только могут там случиться или не случиться, плоть, я думаю, для инопланетной инвазии, да, что вот, и вот дает такое, такое расписание, расписание ситуации правительства, говорит, вот, ребята, вот такая ситуация, решайте сами, принимайте сейчас решение. Ясно, что в таком ситуации правительство не может его принять. Потому что все время, все время будет, ну, подаваться им такая картина, в которую, которая ему, наоборот, еще труднее будет принимать решение, чем если бы этой группы не было, и не просто бы обосновывались на нейтральную, объективную оценку ситуации, а не перекладывая его на людей, которые понимают, что они будут отвечать. И тогда они начинают себя прикрывать. Потому что зачем чиновнику брать на себя ответственность? Да, вот такой вопрос хотел вам задать. Недавно начала все-таки работать эта Следственная комиссия парламентская как раз по, ну, расследованию такого первого скандала в этой эпопее пандемийной, закупками, или, точнее, не закупками вакцин. Вот, с одной стороны, у вас уже довольно немалый опыт работы в парламенте. Мы знаем, что вот такие комиссии, ну, мягко говоря, не очень эффективны, и избиратели относятся к ним очень скептически. Я так дипломатично выскажусь. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что правительство не хочет отвечать на те неудобные вопросы, которые депутаты ставят. Что делать вообще в этой ситуации? И как вы настроены? Вы думаете, что эта парламентская комиссия до чего-либо докопается, или это такое, больше такое пиаровское мероприятие, если честно? Ну, наверное, сначала надо объяснить контекст, и потом мои суждения, чтобы они были понятны. Значит, почему парламентские комиссии никогда не работают, но никогда не могут ничего сделать? Потому что очень просто. Наше законодательство сделано так, чтобы обыграть вот этот принцип, который в Конституции утвержден, что меньшинством парламента можно создавать такие комиссии. Ну, в нормальных демократических государствах этот механизм парламентарского расследования, он очень мощный и серьезный, и там действительно обычно он дает очень серьезный результат. Почему он не работает у нас? Потому что мы дальше создали такой закон, который определяет, по которому можно сделать так, что несмотря на то, что это будет оппозиция, которая хочет что-то расследовать, в конце концов, это будет коалиция, правящая власть, политики, правящие властью, которые будут решать, кто же будет управлять работой этой комиссией, выбирать, кто же будет выбран тем, кто будет управлять этой комиссией. В результате получается так, что эту расследовательную комиссию обычно управляет та политическая сила, которую мы должны расследовать. То же самое произошло и в данном случае. То есть была создана парламентская комиссия, чтобы расследовать действия правительства Каренча, которой будет руководить депутат из партии Каренча. Ну, какой будет результат, это ясно. То есть фактически сами себя расследуют, да? Да, 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 сами будут себя расследовать. И как это происходит, вот наглядно можно было убедиться позавчера. Позавчера, когда мы рассматривали как раз запросы насчет этих ковид-афер, и там голоса разделились. Ян явно доказал, что министр здравоохранения не подал ту информацию, которая была затребована, и что на самом-то деле, согласно закону и согласно Конституции, в таких ситуациях адекватно было бы прекратить заседание, просто сделать перерыв и дать возможность, там, скажем, в течение недели министру эту информацию подать. Комиссия проголосовала, что, а, не надо, не надо, не надо нам эту информацию. И решающий голос, чтобы этого не было сделано, было как раз Рихарда Козловска, руководителя парламентской комиссии по расследованию ковида-афер. Ну, вот это такой, ну, очень наглядный пример. Что делать в данной ситуации, да? То есть, как будто кажется, ситуация безнадежная, да? Ну, я могу сказать, что безнадежных ситуаций не бывает. Скажем, если даже вас проглотил дракон, даже в этой ситуации у вас есть два выхода, да? Не очень приятные, но есть, да? Да. То есть, мы наработали уже опыт, когда мы расследовали ОИК-аферу. То есть, когда я расследовал ОИК-аферу, там было все то же самое. Вот сейчас происходит буквально такое ощущение деживу, как было с этой ОИК-аферой. И там то же самое. Поначалу, это же понятно, что никто не хочет раскрыть правду, да? Они будут скрывать эту правду. Потом следующий человек, я уже могу сказать, когда вот их надломят над этим, и они все-таки должны будут докажут, что вот все-таки, ребята, ну, вы должны этой информацией подать, то они будут подавать кучу всякого, всякой информации, чтобы вас затопить просто в потоке информации, ненужной информации, чтобы мы не могли разобраться. Если вы с этим разберетесь и докажете, что все-таки, ребята, вот то-то, то-то вы не додали, то следующий человек, они будут уже создавать свою альтернативную реальность происходящего. То есть, делать такой специальный лабиринт информации и своих решений, чтобы как будто имитировать, что нет, нет, все в порядке. Это было как в своей как, когда это правительство перед выборами показывало, что она якобы борется с этой ОИК-аферой, и что там все происходит, ненужные решения принимаются. То есть, это уже третья стадия. Мы сейчас на данный момент, на первой стадии, когда не хотят давать эту информацию. Как это все, как этот хребет этой мощины, этого такой коще бессмертного, как можно эти головы рубить. То есть, это делается просто настойчиво стоя на своих правах, которые мы имеем как представители народа, контролировать власть. И мы продолжаем ее контролировать с того места, до которого мы продвинулись. Как это выглядит практично? Вот вчера, позавчера, эта комиссия по запросам отклонила мой запрос по закупке вакцин. Кто же там на самом деле, что там происходило, и кто же был за это ответственен. Мы про это тоже можем поговорить. Там интересные нюансы, если будет время. То есть, они отклонили его вообще, во-первых, не давая возможности нормально ознакомиться с той информацией, которая была подана. Министр здравоохранения, нарушая процедуру, вообще подал в последний день. У меня было меньше дня, чтобы ознакомиться с этой информацией. Но я профессионально работал с материалом, умею работать. Я это сделал в течение ночи. Все прошел. Со всем разобрался. И потом с утра в комиссии наглядно доказал, что это чушь собачья, что там не хотели нести, и что это вообще все, что они там подали, не считается. Там нет ответов на тех вопросов, очень конкретных вопросов, которые были заданы. И несмотря на то, что наглядно было доказано, что информации нет, и надо сделать, доработать, как говорится, дать эту информацию, комиссия решила, не будем дальше рассматривать, давайте голосуем. Ну хорошо, ребята проголосовали. Тот же самый день. Вместо этого нерассмотренного запроса мы сделали три новых запроса. Уже полидетальные информации, детальными вопросами, уже имея в виду ту информацию, которую они нам дали, там опять открылись интересные нюансы. И с того места, то, что было не отвечено, все те же самые вопросы еще раз были заданы. И сейчас вместо того, чтобы разобраться с одним запросом, комиссия уже будет разбираться с тремя запросами. Уже более детальными. Если они не пройдут, мы пойдем еще дальше. С ОИК у нас так было, вот такие шаги, вот мы первый шаг сделали, с ОИК, чтобы разобраться, мы сделали так 20 раз, более чем 20 раз. И добились результата. И в данном случае у нас, как говорится, технология отработанная, можем посмотреть, кто выдержит дольше. Да, вот тогда такой хотелось задать вопрос. Он может быть не связан напрямую с вакцинами, он вообще связан вот с последствиями пандемии. Уже осенью нужно будет решать вопрос с бюджетом на следующий год. Как это вообще коалиция сможет этот бюджет вообще создать, поскольку у нас долги растут, они должны до конца года составить 50% от ВВП. Как дальше это все будет происходить? Ведь мы можем оказаться в такой большой экономической дыре. Да, но как будет происходить, это же ведь видно из того, как эта правительство действует. Она не будет ничего решать. Она будет это откладывать так же, как она сейчас откладывает все решения по ковиду. Вместо того, чтобы принимать ответственные, придуманные решения, как руководить этими рисками, как их контролировать, как ими управлять, они просто будут опять от них убегать, скрываться, якобы их нет. Оставлять это на, как говорится, на потом. Ну, к сожалению, если смотреть то, что сейчас происходит, если мы вот так продолжаем, как делать это правительство, то я не вижу, как они смогут сбалансировать бюджет, не думая о том, как поднять, скажем так, я корректно скажу, поднять доходы бюджета. Да. То есть, я думаю, когда-то начнется дискуссия о том, что надо поднимать налоги. Да, кстати говоря, я думаю, что рано или поздно такая дискуссия начнется. Вот еще говоря, может быть, в завершении о нашей политической среде, ну, сейчас, как мы видим, и у вас появится много новых политических конкурентов. Что будут делать в этой ситуации, к примеру, старые партии власти? Ведь если они будут так тихо сидеть, то они уйдут просто в небытие. Мы видим, что происходит, вы уже сами упомянули, с КПВ ЛВ, рейтинг новой консервативной партии тоже там 3,9%. Что будет происходить, на ваш взгляд? Ну, если мы говорим про старые партии, то с старыми партиями как раз все наоборот. Они сейчас наращивают. Ну, старые, я имею в виду единство, национальное объединение, там, те, которые сейчас в власти, они себя чувствуют, я думаю, очень хорошо, очень довольны. Они просто это не показывают. Да, есть какие-то дополнительные, дополнительные там неудобства, но это как и неудобства у крокодила, который схапнул через там большой кусок мяса, да, он там что-то там бурздит, или, скажем, добыча слишком еще бойкая, там что-то бьется, но там что-то бьет ему по челюсти, и так далее, но он знает, что будет много-много хорошего мяса, да. Это то, что вот национальное объединение, вообще им ничего не надо волноваться, они годами занимались тем, что им не занимались, расчленением общества, то есть и будут искать, как то, что они будут делать, и что они будут делать еще дальше, и может еще, как говорится, явнее это, искать, как бы задеть русскоязычное сообщество, да, сообщество здесь, в Латвии, да, чтобы те взбунтовались, чтобы те показывали свои негодования, и когда, и тогда вот это они будут трансформировать, уже показывать латвишам, что, видите, видите, что происходит, да, и вот поэтому, чтобы мы защищили, вас им должны, мы нужны вам, вот, и это их обычная карта, которой мы не занимались, придумают, там, может, снести кого-нибудь памятник, или что-то такое, ну, какие-то такие, но, константные гадости, которыми они удерживают свой рейтинг, так что, с ними там все в порядке будет, я думаю, ну, в таком плане для них, да, потом Единство, она тоже отлично себя чувствует, то, что я говорил, она тоже этот старый крокодил, который заглотил это новые антрилопы, то есть, и держит в своих челюстях, и, думаю, не будет отпускать, то есть, будет по возможности держать и КПВ, и ЕКП в свои объятия, чем дольше продержит, тем у них, тем больше у этих новых партий не будет падать рейтинг, а у Единства будет подниматься, то есть, что все, что им нужно, просто показывать, какой вокруг бардах, как все тут все плохо, а вот мы держимся, и ее электорат опять это его оценит, потому что это опять такие же люди, которые, в основном, это чиновники, да, и там люди, которым, как говорится, лишь бы не было бы хуже, да, а то, что и так худо, и куда это идет, это их не волнует, главное стабильно, чтобы была такая, типа, иллюзорная стабильность, которая на самом деле стабильность на такой дохлой рыбе, которая течет по течению, ну вот, куда-то мы плывем, да, он не понимает то, что на самом деле никуда не плывем, это просто течение нас куда-то несет, ну вот, и вот сейчас наглядно видно, когда течение занесло в омут, да, ребята не могут из него выбраться, может, они как дохлые рыбы, которые могут только и плыть по течению, вот может быть такое... А про ЕКП я уже говорил, по новой консервативной партии, да, то есть они так же, как КПВ, обречены, если они остаются в объятиях старой власти, как видимо, из этих объятий они не хотят выходить, потому что уже вкус власти почувствовали, и то, что с ним будет происходить, ну, они будут просто с каждым решением правительства, с каждым происшествием в парламенте, где вот мы будем расследовать эти аферы, где они голосуют за прикрытие этих афер, то есть противоположно тому, что они обещали своему избирателю, будут все больше и больше терять свои рейтинги, потом в отчаянии будут что-то думать, вот какие-то такие решения как вот насчет хоккей и так далее, которые будут... Ну, это ведь хорошо. Детские решения, детские решения, которые, ну, можно было подумать намного лучше, намного лучше подготовить. Но это ведь хорошо, потому что больше не будет машины для голосования в сейме для оппозиции, может быть, это и хорошо? Не, ну, машина-то будет, потому что всегда на захвате будет стоять партия зеленых и крестьян, которые, ну, там буквально уже в таком низкой позе старта, да, лишь бы дайте нам, говорится, дайте нам возможно зайти... На подхвате, да. Да, и так что, так что, так что там голоса будут, голоса будут, да. Ну что ж, может быть, не столь оптимистическая картинка, но зато реалистическая. Не, ну почему? Я знаю, это не так, что не оптимистическая, это, знаете, как вот, как смена ночи, дня и ночи, вот самая темная пора, это перед рассветом. И это то, что мы сейчас проходим, да. И это все очень хорошее, это самое главное в чем, польза, самое главное, что общество может видеть, что на самом деле происходит, и где самое главное зло. Самое главное зло, это вот эти красные линии, которые не дают нашему, нашей стране, государству работать, как реальной, гематрической стране. То есть, когда есть полнокровная политическая конкуренция, и лучшие, сильнейшие находятся у власти, а не хилики, которые себя ограничили красными линиями, и там могут исполняться, как они только хотят, или вообще ничего не делать, и им за это никакой ответственности не будет. Вот нам надо сделать так, чтобы эта ответственность была. Это то, что сейчас я делаю своими запросами, чтобы доказать, что же на самом деле происходило, и потом заставить за это ответить. И то же самое с СОИК. Там тоже работа продолжается, это только кому-то может кажется, что там все уже там ясно, все в порядке. На самом деле, совсем не так. Там это правительство тоже продолжает прикрывать эту аферу. Я собираю базу доказательств, она уже есть, наглядная, где с фактами можно доказать, как это правительство, которое обещало бороться с СОИК-аферой, на самом деле, ее прикрывает, прикрывает мошенничеством во много миллионов. И это реальные доказательства, факты, которые уже можно доказать. Иван Саревич у нас был. Спасибо большое. Иван Саревич, у нас был на прямой связи, депутат Сейма. Большое спасибо. Радио Болтком.